Вот каких доказательств потребовали апостолы, чтобы убедиться в действительном воскресении Иисуса Христа. При чтении этих повествований может показаться даже обидным это маловерие апостолов в божественность их Учителя. Но при серьезном размышлении об этом маловерии приходишь к заключению, что так было угодно Богу. Да, Богу было угодно привести апостолов к сознательной вере в Иисуса Христа как Сына Божия и устранить всякую возможность обвинять их в вере слепой, в легкомыслии и мечтательности. Ведь им надлежало идти в мир и свою веру передать другим. Ведь их вера должна была быть крепка, как камень, и на камне том должна была воздвигнуться Церковь Христова. Вот чем объясняется все маловерие, все сомнения апостолов. Когда апостолы, потребовав таких обидно-осизательных доказательств, убедились, наконец, в том, что Иисус Христос действительно воскрес не только духовно, но и телесно, тогда только открылись их сердца, до тех пор окамененные. Но их не могла не тревожить мысль, почему воскресший Иисус не провозглашает Себя Царем Израилевым? Ведь должен же Мессия открыть Царство Израилева? Ведь об этом писали пророки, начиная с Моисея. Почему же Иисус медлит с таким важным делом, которое составляет цель Его пришествия? Вопросы эти должны были волновать апостолов, но апостолы не могли тогда отдать ответа на них, не могли сами разрешить свои недоумения. С такими-то недоумениями они, по велению Господа, собрались в Иерусалиме и пребывали все вместе, ожидая нового явления. И вот Господь явился им в сороковой день по воскресении Своем и вывел их из города на гору Елеонскую, на то самое вероятное место, на котором Он в ночной беседе с четырьмя апостолами предсказал разрушение Иерусалима и храма, кончину мира, свое второе пришествие и страшный суд. Вспоминая теперь сказанное тогда Господом о втором пришествии Его, считая эти явления Его после воскресения за предсказанное пришествие, думая не о Царстве Небесном, которого не понимали еще, а о Царстве Мессии Завоевателя, Апостолы мечтали, что Господь теперь же и откроет Царство Израилево. Но так как Господь при всех Своих явлениях апостолам не сказал ни единого слова об этом воображаемом Всемирном Царстве Еврейском, то апостолы не вытерпели и решились, наконец, сами спросить Его, когда же Он откроет это Царство, когда провозгласит Себя Царем. И вот они подходят к Нему все вместе и спрашивают, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Деяние первое, шестое. Господь множество раз говорил апостолам, что Царство Его не от мира сего, не такое, как Царство земных царей. И если апостолы до сих пор не могли уразуметь этого, если они в состоянии будут уразуметь все, тогда только когда Отец пошлет им Духа Святаго, то теперь бесцельно было бы отвечать на их вопрос. Поэтому Господь сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Деяние первое, седьмое, восьмое. «Сказав сие, Он поднял руки Свои и благословил их. И когда благословлял их, Он поднялся в глазах их и стал отдаляться от них и возноситься на небо». Апостолы поклонились возносившемуся Господу и долго смотрели на Него. «Наконец, облако скрыло Его от их взоров» от Луки 24, 52, деяния 1, 9. «Нет Его более с ними. Конец мечтам о блистательном земном царстве Мессии. Конец мечтания об обещанных им двенадцати престолах». Грустно было апостолам расставаться навсегда со своим учителем. Грустно, невыносимо тяжело было осознать несбыточность своих мечтаний и отказаться от них. Чувствовалась, вероятно, не только осиротелость без учителя, но и томительная пустота в сердце, которая так недавно была полна самых радужных надежд на прекрасное будущее. Так могли чувствовать и так могли рассуждать апостолы, оставшись сиротами, с разбитыми надеждами. В таком, вероятно, настроении они вернулись в Иерусалим, где провели десять томительных дней в беседах о всем, что совершилось в эти три с половиной года. И вот в день Пятидесятницы совершилось нечто сверхъестественное, чудесное. В третьем часу утра, по еврейскому счету, а по-нашему в девятом, «Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Деяние вторая, второй, третий. На шум этот собрался народ. В собравшейся толпе было много иностранцев, которые тоже хотели узнать, что случилось, и обращались к апостолам с вопросами. Каково же было их изумление, когда апостолы отвечали им каждому на его народном языке или на речи. В толпе было также множество евреев, собравшихся на праздник Пятидесятницы. Многие из них могли засвидетельствовать, что апостолы – простые неученые галилеяне, не знающие никаких иностранных языков. И изумлялись все, и спрашивали друг друга, что это значит. Деяние вторая, двенадцатый. Тогда апостол Петр, так недавно еще покинувший своего учителя и трижды отрекшийся от него, выступает со смелой речью, какую мог произнести только человек неустрашимый и глубоко убежденный в правоте своих слов. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамени ими, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Деяние вторая, с четырнадцатого по тридцать шестой. Слушали эту вдохновенную речь Петра все собравшиеся на шум, и в числе их, несомненно, были и те евреи, которые требовали казни Иисуса, которые кричали Пилату «Распни, распни его!» Потрясенные смелым свидетельством Петра о воскресении распятого Иисуса, они спрашивали Петра и других апостолов, «Что нам делать?» И Петр ответил им, «Покайтесь, и докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Охотно принявшие слова Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Деяние 2 с 37 по 41 Вскоре Петр и Иоанн шли вместе в храм. К ним обратился, прося милостыни, хромой от рождения, который совсем не мог ходить. Каждый день его приносили к храму и сажали у дверей его. Петр сказал ему, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взял Петр хромого за руку и поднял его. И хромой вскочил и стал свободно ходить, славя Бога. Весь собравшийся у храма народ видел это. Избежались все в притвор соломонов, куда вошли Петр и Иоанн и не отходивший от них исцеленный хромой. Увидев собравшуюся толпу народа, Петр сказал, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяние 3.12.2.32. Многие из слушавших Петра уверовали в Господа Иисуса Христа, и было их около пяти тысяч человек. Деяние 4.4. Видя такой успех проповеди Петра, Синедрен собрался под председательством Каиафы и спросил апостолов, «Какую силою или каким именем вы сделали это, то есть исцелили Хромова?» Тогда Петр сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав». Деяние 4.7.10. Удивляясь смелости Петра и не зная, что возразить ему, Синедрен приказал Петру и Анну отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Анна сказали им на это, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяние 4.13.20. Злобный Синедрион, видя, как народ прославляет Бога за совершенное Петром чудо, зная, что уже до восьми тысяч человек уверовали в воскресшего Иисуса, вынужден был смолкнуть после вдохновенной смелой речи Петра. Синедрион рад был бы растерзать Петра и Анну на клочки, но побоялся возмущения народа и отпустил их. Апостолы, верные слову Петра и Анна, не страшились ничего, открыто проповедовали народу спасение во Христе воскресшем и совершили множество чудес. Вера в чудотворную силу Христа, именем которого апостолы исцеляли больных, была так велика в народе, что больных выносили на улицу и клали на постелях и кроватях с тем, чтобы, хотя тень проходящего Петра, осенила их. Несли в Иерусалим и из окрестных городов больных и одержимых нечистыми духами, и исцелялись все, и число верующих возрастало с каждым днем. Деяние 5 с 12 по 16. Да, вот что случилось с апостолами в день Пятидесятницы. Из робких, трусливых, боявшихся при посторонних людях даже произнести имя Иисуса, они стали смелыми, неустрашимыми проповедниками Его. Были они простыми, неучеными людьми, едва ли даже и читавшими когда-либо Писании. Были они заражены лжеучением книжников о всемирном царстве еврейском, открыть которое должен ожидаемый Мессия. И думали они только об этом царстве, о том положении, какое они займут в нем, об обещанных им двенадцати престолах. Едва ли они понимали своего Учителя, когда Он говорил им о Царстве Небесном, и совсем не верили, что Он – Сын Божий, пришедший в мир для спасения и искупления людей. Бывали дни, когда они теряли веру в Иисуса, даже как в еврейского царя-завоевателя. Да, все это было. Но что же такое случилось с ними, что они мгновенно отрешились от всех ложных взглядов на Иисуса и Его назначения? Что такое случилось, что они сразу уразумели все, чего прежде не понимали? Что такое случилось, что они стали открыто, всенародно проповедовать воскресшего Христа, Сына Божия, деяния 9-20, посланного Отцом в мир для спасения людей и искупившего их Своей кровью? Что такое случилось, что они, не книжные люди, стали сразу же приводить все пророчества о Христе и объяснять их в их истинном значении, а не так, как объясняли книжники и фарисеи? Что такое случилось, что апостолы стали исцелять больных от всех болезней и изгонять бесов? Что такое случилось с апостолами, что на угрозы властного Синедриона, распявшего их учителя, они вместо того, чтобы с покорностью подчиниться приказанию, молчать, отвечают смело, убежденно, «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» Деяние 4-20. Что такое случилось, что они начинают всенародно крестить всех, по слову их уверовавших во Христа, Сына Божия? Да, что такое случилось с апостолами, что они мгновенно преобразились, стали не теми, какими были? Что такое случилось с ними? Объясните-ка это вы, неверующие в Господа нашего Иисуса Христа. Вы можете только отрицать это событие, но как же вы объясните, что с этого именно момента силой слова апостолов, вера в распятого и воскресшего Христа, Сына Божия, стала быстро распространяться не только среди евреев, но даже и язычников? Этого вы не можете отрицать. Так подумайте же, какими апостолы были до Дня Пятидесятницы и какими стали тотчас же после описанного Святым Лукой события? И вы вынуждены будете признать, что в этот день, в это знаменательное утро, с ними действительно случилось нечто необыкновенное, что они сразу преобразились, стали не теми, какими были. И так как они не могли преобразиться своими человеческими силами, не могли со своей прежней колеблющейся верой, а подчас и полным неверием совершать чудеса от Матфея 17, 19 и 20, не могли проповедовать во Христе Сына Божия, в Которого прежде не верили, то вы должны согласиться, что воздействовало на апостолов, преобразило их, иная, сторонняя сила. И сила эта – Дух Святой, о Котором Иисус Христос говорил в прощальной беседе Своей с апостолами. «Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам» Ат. 14, 26. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину» Ат. 16, 12, 13. Да, Дух Святой сошел на апостолов и мгновенно спала с глаз их завеса, сотканная лжеучением книжников иудейских и скрывавшая от них свет Христовой истины. Спала завеса, и они сразу уразумели все, над чем так часто недоумевали, в чем нередко сомневались, чему верить не хотели. Спала завеса, и мгновенно исчез навеянный ею образ Мессии Завоевателя, и на место его стал ясный, отчетливый образ Христа, Бога-человека, Сына Божия, равного Отцу. И сами апостолы сознавали и открыто исповедовали, что преобразились, возродились не своей силой или благочестием, а силой Духа Святого, посланного на них Богом во имя Иисуса Христа, Сына Божия. Да, только действительное воскресение Христа могло привести апостолов к твердому, ничем не поколебимому убеждению, не веря только убеждению в том, что Он воистину воскрес. А сошествие на них Святаго Духа, это другое величайшее чудо, дало им возможность уразуметь все, чему они были свидетелями за три с половиной года следования их за Христом. Это второе чудо было необходимо, чтобы апостолы могли освободиться от всех фарисейских лжеучений о Мессии, мешавших современным Христу евреям уверовать в Него, как в Сына Божия, истинного примирителя и искупителя, царство которого не от мира сего. Вот почему я и остановил внимание читателей на значении этого второго чуда. И, несмотря на все это, неверующие воскресения Христова требуют иных доказательств и спрашивают, почему Христос не явился врагам своим, распявшим Его, почему Он не явился народу, требовавшему Его казни. На эти вопросы можно отвечать только предположениями, ибо нам не дано знать планы и намерения Божии. Думаю, что если ближайшие ученики Иисуса, любившие Его всей душой, не поверили ни Марии Магдалине, ни женам Мироносицам, ни Клеопии, шедшему с Ним в Эмаус, ученику, утверждавшим, что увидели воскресшего Иисуса, если они не поверили заряженным Мироносицам, свидетельствовавшим, что они ухватились за ноги явившегося им Господа, и осязанием удостоверились, что это не дух, не призрак, если они не поверили и своим глазам, когда Господь явился им самим, если они сначала не доверяли даже и осязанию своему, и, осязая руки и ноги Его, все еще не верили и дивились от Луки 24, 41, и поверили только тогда, когда Он ел перед ними. То, как мог поверить в воскресение Его народ, считавший Его под конец лжемессией и требовавший Его казни. Какие еще доказательства надо было представить народу и сколько раз представлять их? Нельзя же было в каждой толпе народа, в каждом еврейском поселении предоставлять всем и каждому осизать руки, ноги и ребра Всевышнего. Всякое же явление без таких осизательных доказательств было бы принято народам за призрак, привидение, и в действительности воскресения распятого и умершего Иисуса не убедило бы никого. И оправдались бы слова притчи, сказанные Господом, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. От Луки 16, 31. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok